Идеи фашизма были развеяны в прах, как сказал главнокомандующий, верховный главнокомандующий нашей страны в 45-м году в День Победы. Развеяны в прах, но прах этот оказался неплохим удобрением для некоторых мерзавцев, которые сейчас снова возрождают фашизм в целом ряде мест в Европе. Дерево Победы на Аллее Дружбы Народов в микрорайоне Волгарь посадил никто иной, как самый любимый и добрый зоолог России Николай Дроздов. В Самаре он с официальным визитом. Председатель правления международного экологического движения «Живая планета» выступает с докладом перед Самарской губернской думой. Чтобы создать благоприятную экологическую атмосферу в мегаполисе, нужно начать хотя бы с одного дерева, считает Николай Николаевич. Прежде всего мне хочется быть там, где уже есть такие настоящие верные старые друзья, как Владимир Николаевич. А таких регионов у нас в России пока еще по пальцам пересчитать. Мы движемся. Уже были в Ростове-на-Дону, теперь Самара. Даже в Сербии за рубежом открыли региональное международное объединение сербское. Ну потому что все-таки верные друзья, кто и сами готовы все подготовить, уже начали проекты, тогда стоит приехать. Круг водоемы, пляж, парки и скверы. В таких условиях должны жить мы сами и наши дети. Новый микрорайон в Куйбышевском районе Самары-Волгарь претендует на звание «Экограда». Будет парк дружбы, где будет великолепный парк, семейный парк. Здесь, как было уже сказано, недалеко отсюда, где дубовая рожа. Потом 65 гектаров, чуть-чуть подальше, тоже будет зеленое насаждение. Вот с помощью них там уже посчитано около 10-15 тысяч деревьев будет посажено. В проекте «Экограда» создание национальной деревни, очистка и охрана акватории, внедрение солнечных батарей и воспитание подрастающего поколения в любви к природе. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.